Школьная пора не за горами. В августе по традиции самыми популярными становятся магазины с констоварами. Ежегодная подготовка ребенка к новому учебному году – одна из основных расходных строк семейного бюджета. Покупают все от формы до ручек и карандашей. На какие суммы придется рассчитывать родителям, отправляющим детей в школу, узнала Алена Валей. Мне понравилось больше всего вот это. Алена через неделю станет ученицей четвертой школы. А пока в предвкушении важного события перебирает рабочие тетради, которые уже лежат на столе и ждут своего часа. Мне купили книжки. А еще что? Еще школьную форму. Раницы канцелярской принадлежности Алене, как и всем первоклассникам, вручат в подарок от администрации округа. Уже закуплено и отправлено по школам 670 портфелей. В каждом 34 предмета. Среди них флеш-карта на 2 гигабайта, сумка для сменной обуви, фломастеры, обложки для тетрадей и многое другое. Также окружная администрация оказывает поддержку 641 многодетной семье. Они могут рассчитывать на 15 тысяч рублей на одного ученика или студента-очника. Деньги можно потратить на школьную и спортивную форму, а также канцелярские принадлежности. На поддержку получается по 15 тысяч на каждого ребенка имеет право обратиться к гражданам, которые до 1 декабря прошлого года сдали надлежащим образом отчет за израсходованные деньги. И в настоящее время они до 20 сентября текущего года имеют право обратиться к нам за данные выплаты. Средства для покупки товаров для школьников Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения выдаются семьям авансом. Но они обязательно должны отчитаться по их использованию до 1 декабря. В округе поддерживают и малообеспеченные семьи. Ежегодно в комплексном центре социального обслуживания проходит акция «Помоги собраться в школу». До 28 августа мы еще будем собирать также новые канцелярские наборы, различные тетради, ручки, карандаши, все, что возможно. Приносить их необходимо в отделение социальной помощи семье и детям, которые находятся на улице Рабочая, дом 18. В прошлом году комплексный центр помог подготовиться к школе 42 окружным школьникам из 40 малоимущих семей. Родители, имеющие хороший достаток, должны обеспечивать ребенка к школе самостоятельно. Мы купили школьную форму. Ушло на это примерно где-то 2130 на школьную форму. Ну, плюс еще, не считая обуви, туфли, сменная вот эта спортивная обувь. Ну, примерно около пяти, наверное. Около тысячи рублей придется выложить на канцелярские товары. Учителя облегчают задачу родителям и ученикам. И заранее определяют, что нужно. Они прямо четко приходят, говорят, нам нужно такое количество листов, такого-то цвета тетрадка. То есть, учителя заранее объясняют родителям. Поэтому мы, зная, что уже 20 лет торгуем канцелярской продукцией, поэтому мы привозим, соответственно, сертификат государственным, которые утверждены государством, обязательно сертификаты безопасности. А вот на ранцах специалисты экономить не советуют. То есть, он должен быть легкий. Видите? Обязательно. Он должен быть каркасный. Потому что маленькие ребятишки, они тут начинают носить тяжелые вещи, у них начинается стрелять спинка. Также немаловажна для ранца ортопедическая спинка, широкие лямки и светоотражающие элементы, чтобы школьника издалека было видно на проезжей части. Портфель, который соответствует всем требованиям, стоит в Наринмаре от полутора тысяч рублей. Всего на подготовку школьника к учебному году родителям необходимо потратить от 7 тысяч рублей. Примерно такую же сумму выкладывают и родители в других регионах страны.